Ола, амигасы, вечер, добрый, с вами Квантом, с вами Клауд и с вами Миги Вэй, и добро пожаловать в этот скрыт механик битва поршневых построек. Всем привет, друзья, ууу, чао, пачаны. В общем, что сегодня происходит, как ты понял, сегодня у нас три пути, сегодня мы строим настоящие паровозы на поршневой тяге, не у то фуфло, которое было раньше, да, а именно настоящие паровозы. Поедут они у нас или нет, смотри дальше, но будет явно жёстко. Мы начинаем. И, ребят, главное правило сегодня, нельзя использовать колёса больше от этого диаметра, то есть если меньше хочешь, используй, больше нельзя. И количество поршней сегодня, шесть поршней на одну постройку. Что получится, и главное, поршни должны располагаться горизонтально, потому что это паровоз. Смотри, что получится, ну а мы начинаем. Короче, ширина между путем семь блоков, пацаны. Я уже начал себе строить, как бы основание. Япон-батон у меня слишком мало места здесь. Это слишком узко, пацаны, я не знаю, как реализовать в таких вообще габаритах нормальный поезд. Я запутаться. Уже прямо сейчас, на начале строительства, вот как вот будет выглядеть паровоз, я уже взял и запутался попросту. Пацаны, посмотрите, на паровоз похоже или нет? Это что за коляска инвалидная? Ты на свою печеньку посмотри. В прошлый раз почему мы не смогли построить паровозы? Потому что мы не смогли дать нужный угол для вот этих вот поршней, которые вращают колесо. А теперь я понял, как можно дать угол. Теперь можно здесь просто поставить вот такую перемычку и дать ей угол в 170 градусов. И она просто сама колеса развернет. И будет тебе угол необходимый. Вы знаете, что колеса это 90% стиля паровоза? Я вам стиль сделаю, а вы мне движок. Давайте объединимся. Интересно, какой я вот смотрю на твой паровоз, который даже не симметричный ни разу почему-то между вторым и третьей, второй и третьей осью. И мне кажется, тут стиль такой себе получится какой-то. О, Клауд едет! Ты куда улетел, Клауд? Что, что произошло? Ты улетел в сферу. Нет, он валяется. А где постройка его? А, понятно. Ты улетел куда-то. А, так можно было. А я дурак. Тут строюсь прямо на колее. Почему у вас уже все едет, и один я такой стою, и до сих пор молодцом? Куда едет, блин? У меня никуда никто не едет. Оно реально как работает. Оно живое, оно едет. Сегодня состязание хотя бы так. Кто дальше сможет проехать, тот и выиграет. А я неправильно поставил, ты зря повторяешься. Да все правильно, она двигается, значит все правильно. Уступайся. Блин, это слабо напоминает мне паровоз. И что, оно не едет? Что это делает? Это на романдецкую снасть похожа какую-то. Как будто ты рыбу ловишь. Но, в принципе, этого полукруга должно хватить для того, чтобы сенсор срабатывал. И поршень выдвигался в момент, когда этот задвигался. И то есть так у нас получается, этот выдвигается, этот задвигается и наоборот. И так мы поедем. Но это на теории все. На практике будет. Я понял, для чего вы меня сюда взяли. Чтобы на твоем фоне выглядеть более эффективно. Да, 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 конечно. Это не честно вообще-то. Клау, ты клево придумал, красава. Пацаны! Я поехал! Я поехал! Красава, бро, респект. А, как ты воздух едешь? Ну, Миша, эти самые. В виде металлёжа? Смотри! Да ты охренительно быстро едешь. Офигеть, я поехал! А чё он назад-то не едет? Ну ты чё, олень, что ли? Э-э-э, стоять, стоять! Я тебя не сохранил, дурачок. Улетел? Нос запустился. О, красиво. Да, снимай его. Блин, не, ну в целом это успех, что оно хотя бы крутится. Да, но чё-то его, ну фигово ему немного, но оно крутится. Интересно, сколько быстро это всё ещё поедет? То есть сейчас декорость нанесу, а оно потом не поедет. Вот же будет обидка. Ну, пацанов привод через печенье, а я тут заморачиваюсь. Нет, просто подожди, смотри, через печенье, она ж не будет кру... Оно не будет крутиться. То есть что-то должно толкать эти печеньки. Не слушай меня. Не слушай меня. У меня уже паническое это началось. Бред. Паническое бред? Паническое бред. Чё ты пристал ко мне? Вот строишь там и строй. Я не думал, что оппозитный двигатель будет так сложно поставить. Это выглядело гораздо проще, чем я думал. Как сервера кикать, Клауд, ты в курсе? Кик. Свалин нафиг отсюда. У него компания появилась, наконец-то. Он скучал там, красил свой поезд в гармонии и спокойствии. Да ты петушкен пошел вон с моего поезда. У меня, короче, тепловоз какой-то получился. Охренеть, ну ладно. Они попадали по базе. Нет, я же говорю, спасибо большое. Они попадали. Не может быть. Попадали. Кратос теперь мне помогает красить паровоз. Молодец, Кратос. Чё, как тебе, Клауд, паровоз мой? Ну, Клауд, не красивый дизайн, он не подъездит? Я не знаю, сейчас мы и узнаем, ездит он или нет вообще. Так, если залез в него, то лучше не вылазить. Так, тут Кратос художник, он понарисовал. Ну всё, я, короче, готов. Все готовы? Миги Вей, что это за ракета? Почему у тебя паровоз просто вверх таращится? Всё, я знаю, что я сейчас делаю. Я просто переоборудую вот эту шляпу под паровоз. Дело 5 секунд. Ну давай, давай, давай. Гонки, я не успешно. А я буду по земле кататься. Ну у тебя тяга на 4 плач, но у тебя на 6 плач, но у тебя мощнее. Всё. Чё, вы готовы? Так, Клауд, как тебе паровоз мой в общем? Похож на паровоз или нет? Нет, я застрял в ноги. Ну всё. Зачем, завесно, там у меня багнутая зона, да, там опасненько. Пойду твой, посмотрю. Химан, это тоже паровоз разноцветный. Казалось бы, причём здесь Украина? Не сказочный. Флаг такой получился. Сказочный поезд, печеньки повсюду. А, так вот чё, Антон пришёл. А чё в кабине? А, нифига, ты видел, чё у меня в кабине? Пойдём, посмотришь в мою кабину. Залазь. О, с топкой нашёл. Эй, тут навременно нельзя это делать. Я понял, в задних отельных, или что? Да, теперь он не едет. Теперь надо опять страгивать с места. Страгивать? Но вещь типа его нужно в резонансовую запускать. Ты к чему ещё? Ты по земле поедешь на бензиновом двигателе? Тут рельсы. Ладно, понятно, там рельсы мы не видим. Ну, ты типа перерос, тебе можно простить. Едь как едешь, короче. Давай, Клауд, ты готов к испытанию? Бодин. Я костёр сделаю себе. Давай, сделай костёр себе в поезде. Ой, два дня. Да, у меня два дня всего игры, чё вы хотите? Я пытался. Поедь чуть-чуть вперёд, Клауд. Всё, не надо. Пацаны, вы проиграете. Да, конечно, проиграем-то такому. А ты поедешь по земле, что ли? А почём мне ехать-то? Мои колёсики видел вообще? Клауд, я не знаю, как Миги Вэйн, но ты готов. Смотри, значит, садись. За кран машиниста в свою паровоз, а мы доезжаем до конца до упора и задним ходом возвращаемся обратно. Кто приезжает первый, забирает один балл себе. Ты готов? У меня нет заднего хода, как мы будем. Ладно, давай доедем хотя бы этот период. Готов, едем через Миги Вэйт. Ты там что делаешь? Ты не поедешь с нами? Поеду, поеду. Естественно, поеду. Ну давай, садись. Бензиновый двигатель, ну ладно, пусть будет так. Хотя бы так. А тебя другой не смущает совсем никак? Это то, что ты не на колее, тоже другая история. Ну ладно, вы готовы? Давайте стартуем через три. Говорю, поехали, мы едем. Три, два, один, поехали. О, да, бензиновый двигатель. Класс, ты сошел с... Ну потому что вот рядом, пацаны, глючные. Мне хотя бы до конца доехать с рельси, сойти с ТАПико обратно и пытаться догнать. Ну ты, кстати, бодро стартанул прям. Я думал, ты даже перегонишь меня, но ты сошел с рельса, к сожалению. Ладно, ладно, давай я поставлюсь, а потом, короче, ну ты езжай вперед. Я даже еще назад вернусь, пацаны. Мне нормально. Сейчас доеду до конца, доезжаю до конца и вот он, конец. Дэнкс и поехал назад. И назад еще поехал. На задний ход-то работает. Давай, я еду. Я себя, знаете, как сейчас чувствую? Я себя чувствую, как большие дяди играются, а я такой ребенок. Ура, я вернулся назад. Ну тут неплохо едешь. Когда видишь, как взрослые дяди курят, ты такой... Ну это из-за вигивой, походу. Ты такой поехал. Разворачивайся, езжай назад, разворачивайся. Эту постройку. Войнот, войнот. Я больше на маневровую локомотив похожий, чем на паровоз. Ну ладно. Надо было маневровый строить. Зато я могу назад поехать. Ура, мы с Данилом вернулись. Ты еще и быстрее меня едешь. И... Ты меня стоишь на одном месте. Я приехал, все. Готов. Раз, два, три, поехали. Я на дыбы с нами здесь видел, Робин? Да, но я прям в тебя еду. Мне кажется, это проблема. И ты едешь, Нюшка, быстрее. Потому что я, наверное, тяжелее. А, ты меня поправил. Это что происходит? Мы... Это борьба. Это борьба просто. Битва двух титанов. Не, ну ты меня видишь, обходишь. Ты, видимо, легче весишь, поменьше. И поэтому ты меня обходишь. Просто более какая-то стрёмная система. Более стрёмная система, которая едет быстрее. Но у меня скорость поршней на максимум просто выкручена. А у меня не на максимум. У меня есть такой мартер, который разжимается, видимо. Я не знаю. Есть такой. А, нифига себе. Надо тоже мартеры ставить. Может, это как-то поспособствовало бы мне. Но вот ты вырываешься. С грузом, я думаю, нет смысла делать. Потому что один не достроил. Второй сходит с рельс. И вот, в общем. Ну, такая вот у нас сегодня получилась битва поршневых построек. Понравилось видео? Хочешь больше таких? С тебе лайк, подписка, комментарий. Всем пока и до скорых встреч. Всем-все хорошего. Пока-пока-пока. Пока-пока.